Всем огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Я думаю, многим из нас знакомо то чувство, когда наступает жара, не хочется стоять у плиты, а очень хочется вкусных, жареных, хрустящих кабачков, обваленных в муке. Но я думаю, также каждый знает, как долго их нужно жарить. Сегодня я хочу предложить вам один способ, которым я пользуюсь уже много лет. И делаю так кабачки в обычной духовке, панированные в муке. Корочка получается хрустящая, кабачки внутри сочные, и не нужно стоять переворачивать каждый кабачок на сковородке. А еще кабачки, приготовленные по такому способу, впитывают меньше масла и получаются совсем нежирные. У меня один тут такой крупный, добротный кабачок, но сразу вам говорю, берите больше, потому что такая вкуснятина улетает за один раз, буквально за 5 секунд. Я так вообще одна все это съедаю. Я его сейчас мою и чищу. Мытый и чищенный кабачок нарезаю кружочками. Старайтесь нарезать кружочки одинаковой толщины. Я вот нарезаю чуть меньше сантиметра, но чтобы кружочки были все одинаковые, чтобы они равномерно и одновременно пропеклись. Вот смотрите, примерно вот на такие, чуть буквально меньше сантиметра. Нарезаю так весь кабачок, можно нарезать два, можно нарезать три и отправляю его сразу в какую-нибудь большую миску. Мы с вами кабачок будем мариновать. Кабачок хорошо солим, добавляем приправы, специи, можно добавить черный молотый перчик. И сюда же добавляю молодой чеснок. У меня такие три крупных зубчика. Все хорошо перемешиваю, чтобы каждый кабачок был покрыт приправами, специями и чесноком. Оставляю кабачок минут на 15-20. Пускай хорошо промаринуется, даст сок. Он так будет намного мягче и быстрее приготовится в духовке. А пока маринуется кабачок, чтобы не пачкать посуду и не разводить грязь на кухне, я беру обычный пищевой пакет. Добавляю сюда 3 столовые ложки муки. Можно взять 2, можно взять 4, все в зависимости от количества ваших кабачков. И столько же кукурузного или картофельного крахмала. Немного все присаливаю и перемешиваю муку с крахмалом и солью. Можно тоже сюда добавить какие-нибудь приправы, которые вы не добавляли в кабачок. Вот сюда, например, красный молотый перец сладкий. Кто любит поострее, можно добавить чего-нибудь остренького. Например, чили сухой по вашему вкусу. Либо кориандр молотый будет тоже очень вкусно. Кто любит, добавьте зиру. Все на ваше усмотрение. Можно добавить сухой укроп или петрушку. Тоже будет очень вкусно. Беру жаропрочную форму. Можно взять любую по размеру, сколько у вас кабачков. Застилаю ее фольгой, самой обычной. И смазываю фольгу небольшим количеством растительного масла. Много лить не надо, чтобы кабачки в масле не плавали. Чисто смазать фольгу, чтобы они не прилипли. Кто уверен в своей фольге, либо у кого есть специальный силиконовый коврик, к которому кабачки не прилипают, то, соответственно, можно маслом снизу даже и не смазывать. Кабачки уже замариновались. Смотрите, они уже такие мокренькие. Дали сок. Сок лишний можно слить. А кабачки перекладываем вот сюда в пакет с мукой. Можно это делать лучше всего постепенно. Не сразу все кабачки выкладывать в пакет с мукой, а несколькими партиями. Если у вас много, то по 3-4 партии можно сделать. Вот понемножку, чтобы кабачки все были покрыты мукой впоследствии. Кабачки переложила, пакетик закрутила и вот так вот все перемешала, чтобы все кабачки покрылись мукой. Очень удобно. Чистые руки, чистая кухня, чистая посуда. И уже кабачки в муке и крахмале выкладываю сюда на противень. Лишнюю муку с крахмалом желательно всю стрясти. Прям в пакетик. Стрясаете ее. Лишняя нам не нужна. И выкладываем все это в жаропрочную форму. Вот так. Сверху кабачки еще кисточкой смазываем растительным маслом. И отправляю в разогретую духовку 180 градусов примерно 20-30 минут. Смотрите, там уже по зажаристости кабачков, по их готовности можно проткнуть, проверить, мягкие они или нет. И, конечно же, по своей духовке. Кабачки готовы. Вот такие красивые они получаются. Обязательно проткните вот так вилочкой. Если она хорошо входит, кабачки мягенькие, то они полностью готовы. Корочка получается хрустящая, как можете слышать. А кабачки внутри очень сочные. и сверху присыпаем обязательно свежей зеленью, пока кабачки еще горячие. И вот такие сочные они получаются в серединке. К таким кабачкам очень хорошо подойдет сметанно-чесночный соус. Только попробуйте. Хотя они и так кушаются, как семечки. Я делаю всегда несколько партий. Кому понравится рецепт, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, не пропускайте простые доступные рецепты вместе со мной. Всем огромное спасибо. До свидания. Готовьте так же просто вкусно. И не стойте долго у плиты в жару. Пока-пока.